Дорогие читатели газеты «Завтра». В ситуации, сложившейся в связи с особыми мерами, предпринятыми властями в целях борьбы с эпидемией коронавируса, мы организовали курьерскую доставку номеров нашей газеты. Желающие могут обратиться по телефону 499-350-1779 или по электронной почте почта собака деньмагазин.ру. Доставка осуществляется как по Москве, так и по всей России, а также по другим странам мира. Пятое поколение мобильной связи подозревают во множестве опасных и долговременных последствий. Недавно уже действующие в Китае антенны-ретрансляторы заподозрили в ослаблении иммунитета жителей, что привело к вспышке COVID-19. Действительно, мощная сеть 5G, одна из первых в мире, появилась в конце прошлого года в Ухане. Чайна Телеком установила 10 тысяч базовых станций 5G в аэропортах, на железнодорожных станциях и в других районах города. Правда, одновременно с Уханем подобное произошло в десятки других городов Китая. Специалисты уверяют, что пятое поколение – очередная и неизбежная ступень в развитии мобильной связи, на которой нас всех ждет масса преимуществ. По-настоящему скоростной интернет, до 2 Гбит в секунду, минимальная задержка сигнала, энергоэффективность, надежность масштабных систем коммуникаций между устройствами, умное производство, умный дом, умные вещи, большая доступность связи. Реклама увещевает, что геймеры смогут через континенты беспрепятственно играть в коллективные стратегии, а киноманы будут за секунды скачивать и без остановок смотреть фильмы онлайн. Рвение связистов понятно. Коммерческая и иная отдача от системы наступит только при ее массовом, глобальном внедрении. Это сделает привлекательной цену и на передающие оборудование, и на смартфоны с 5G. Доказывая безопасность, пятерки обычно ссылаются на международную комиссию по защите от неонизирующих излучений, которая вынесла свой вердикт. Частоты, на которых работает 5G, не несут угрозы ни для кого, будь то человек, птица или даже насекомое. Залогом этого служит Международный стандарт безопасности электромагнитных полей IEEE C95.1, выпущенный в 2005 году и покрывающий спектр радиочастот от 3 кГц до 300 ГГц. Прикрепленный к стандарту отчет исследований детально разбирает различные уровни воздействия этого спектра волн на тело человека и не находит никаких опасностей. Однако подобных устаревших доводов уже недостаточно. «Я не могу одобрить какую бы то ни было технологию, будь то 5G или нет, если не соблюдаются нормы радиационной безопасности, разработанные для защиты граждан», – заявляет бельгийский министр окружающей среды Селин Фримо. «Жители Брюсселя – неподопытные животные, здоровьем которых можно торговать ради получения прибыли», – добавляет она. Правительство Бельгии остановило испытание нового стандарта связи. Уже в нынешнем феврале несколько кантонов Швейцарии ввели мораторий на работу сети пятого поколения из-за риска для здоровья граждан. В Палате общин Великобритании также заявили о непреднамеренных последствиях развертывания 5G. Подобные тревожные запросы прозвучали и в Конгрессе США. – Вообще мобильные связи, ну сколько, 20 лет, 25, если судить с первых. Первые поколения 1G, они были еще аналоговые, потом пошли уже цифровые. Но самое главное, на что указывают ученые, что 5G – это именно коренной перелом, даже по сравнению с 4G. Поскольку идет переход на диапазон миллиметровых волн, эти волны, в общем-то, ну они же применяются, скажем так, при разгоне там демонстрации это не смертельное оружие. Ну понятно, что немножко мощность больше, ну немножко, а сильно больше мощность, как и здесь. Здесь утверждается, что поскольку везде будут передатчики, в отличие от 4G, где нужны, так сказать, эти самые антенны большие, высокие, а здесь передатчики будут стоять расставлены там чуть ли не 100 метров, 100-200 метров, везде в городе и на уровне, ну чуть выше человеческого роста. А можно и ниже, можно под лавками их ставить даже там. Ну соответственно, значит, люди будут пронизаны все этими излучениями, ну вот миллиметровыми, то есть насквозь будет такое перекрестное совершенно излучение. И что, мол, поэтому мощность передатчиков будет небольшая, раз они будут близко. Но, во-первых, этого тоже никто не исследовал. То есть понятно, что большая мощность СВЧ-излучения – это микроволновка. Говорят тоже, ну вы же пользуетесь микроволновками. Ну да, мы пользуемся микроволновками, но излучением микроволновки, как известно, идет основное с задней панели, которая ставится все-таки, ну скажем так, ты к ней напрямую не обращаешься, и там есть экран определенный. Хотя, как некоторые говорят, что и волны, которыми мы греем, и пищу там как-то воздействуют. Но это опять же не доказано, кстати говоря. Но по поводу 5G, я говорю, тут те примеры, которые приводятся там с падением птиц, там, ну многие можно отрицать и говорить, что да, это все подверстно под это, так сказать, это немножко не совсем так, да, или, так сказать, это от другого, птицы от другого падали. Все так, конечно. Здоровье может портиться там от многих вещей в мегаполисе. Но дело в том, что поскольку, ну буквально сколько, порядка 200 ученых из 49 стран, по-моему, подписали вот эту декларацию, обращение к правительствам, значит, остановить распространение 5G до... Не вообще остановить, то есть они не противники прогресса как такового, не лудиты там, которые, да, хотят, так сказать, все это разломать. Они просто говорят, что это нужно доисследовать, время нужно. Пока в условиях пандемии коронавируса приостановлено намеченное тестирование и развертывание пятерки в США и во Франции, где на неопределенный срок отложены частотные аукционы. А ведь еще в январе 2019 на Consumer Electronics Show крупнейшие хай-тек компании договорились именовать 2020 годом 5G. В конце прошлого года пятое поколение мобильной связи на коммерческой основе было доступно уже в 24 странах. И впереди всех оказался Китай с концерном Huawei во главе. В этом марте в Поднебесной уже работало более 160 тысяч вышек в полусотни городов. К концу 2020 года, согласно госпрограмме «Цифровая экономика», планировалось запустить пробную сеть 5G и в крупных городах Российской Федерации, а к 2025 году опутать новыми сетями всю Россию. Прошлым летом пилотную сеть тестировали на Тверской улице в Москве. Теперь же в эти планы внесены существенные коррективы. Начиная с того, что самый сладкий под пятерку диапазон 3,4-3,8 ГГц Совет Безопасности РФ за подписью президента решил оставить для спецсвязи прежним эксклюзивным пользователям – Минобороны и Роскосмосу. Намеченные на этот год аукционы частот для сетей 5G скорее всего будут отменены, а операторам предложено развивать новый стандарт в уже имеющихся у них диапазонах, на которых сегодня работают сети 2, 3 и 4G. Вышивка у них стоит уже больше всех, кстати говоря. Уже по десятку городов, там больше 200 этих. То есть у них это развивается в полный рост. Ну и американцы, хотя там сейчас затормозились и в Европе, и в Америке затормозились тендеры на частоты эти, но, наверное, они будут возобновлены, когда пройдет этот самый карантин. И все равно это будет двигаться. Вопрос, как нам поступать в данном случае, он не совсем тривиальный, действительно, потому что, то есть, ну, наши, слава богу, в прошлом году были летом очень много в печати, так сказать, статей и визгов, что сейчас все, так сказать, 5G нам даем, там все готовятся операторы, там, значит, и МТС, там, и Бинлайн, и все там новые, значит, сейчас мы, так сказать, запустим 5G. И действительно это все входило в концепцию этого цифрового, значит, и правительства, и цифровой экономики. Но потом, значит, вдруг раз и перекрыли им самые сладкие частоты, я не помню, там 36 мегагерц, не помню сейчас, какие они точно, вот по цифрам, те, на которых работают, собственно говоря, у нас Минобороны и Роскосмос. Вот. И решено было, что, значит, нет, ребята, мы эти вам частоты не отдадим, а вы осваиваете, значит, 5G, как бы пробуйте, осваивайте на, собственно, на тех частотах, которые у вас сейчас есть. Вот. Ну, то есть, на частотах 4G, 3G, вот, и так далее. Это менее эффективно. Да, ну, как бы занимайтесь этим. Но, понятно, что, наверное, я так могу предположить, что все-таки, так сказать, у нас Минобороны, наверное, 5G как бы отдельно это делает. Ну, и слава богу, если это будет как закрытая, в общем-то, сеть. Потому что, по большому счету, вот эти, я говорю, все сумасшедшие трафики, они, ну, людям нормальным, они просто не нужны. Там интернет без остановки, везде, чтобы там, ну, извините, ребята, у вас 4G, если у вас есть. Вот у меня телефон 2G, у меня старый, так сказать, смартфон. Ну, я не играю в игры, конечно, не смотрю по нему фильмов. Но мне вполне хватает для мессенджеров, там, для работы всего. Если у вас 4G, ну, вы можете там и фильмы, что хочешь. 5G – это уже выход за пределы просто человеческих потребностей, скажем так. То есть, это какое-то некое сверхпотребление, такое сверхудовольствие. Но этим сверхудовольствием прикрывается, собственно говоря, очень прагматическая цель. Противники распространения 5G сгруппировали свои аргументы в своеобразный катехизис. В нем порядка 13 пунктов со ссылками на мнение ученых. Доктор Мартин Пелл, медик и биохимик, почетный профессор Вашингтонского госуниверситета, утверждает, что электромагнитные поля антенн мобильной связи оказывают негативное воздействие на человека. Он подчеркивает, что в 5G излучаются не непрерывные, как ранее, а импульсные волны, работающие в циклах старт-стоп по многу раз в день. Что гораздо опаснее. Доктор Пелл пишет, «Неправда, что воздействие СВЧ-частоты на тело ограничено глубиной 1 см. Эти частоты отрицательно влияют на мозг, сердце и гормональную систему». Он, в частности, открыл, что электромагнитные поля активируют кальциевые каналы клеток, заставляя их высвобождать ионы кальция. Это ведет к образованию оксида азота и супероксида, реагирующих с образованием пероксинитрита и свободных радикалов, что повреждает ДНК человека. И эти повреждения передаются через поколения. Британский эксперт в области систем вооружения Марк Стилл и вовсе утверждает, что 5G – это оружие, замаскированное под удобство потребителя. По его словам, новое поколение связи напоминает систему военных радаров большой дальности с фазированной антенной-решеткой, диэлектрической линзой и энергетическим пучком направленного воздействия. Эти же частоты, как и утверждает эксперт, используются как нелетальное оружие для разгона толпы. Марк Стилл заостряет внимание на частоте 868 МГц, способной проникать сквозь кирпич и бетон. Он уверен, что с помощью этой частоты при достаточной мощности передатчика можно точечно воздействовать на отдельных людей. Кстати, пострадать могут, по словам противников нового стандарта, не только люди. Насекомые и птицы максимально уязвимы для 5G из-за малого размера тела. В ходе проведенных опытов, например, было замечено, что новые технологии мобильной связи способны нарушить внутреннюю систему координации животных в пространстве. Вариант космического покрытия Земли бесплатным интернетом Starlink предложил в 2018-м небезызвестный Илон Маск. Федеральная комиссия по связи одобрила проект его компании SpaceX запустить на низкую орбиту Земли 12 тысяч спутников. 60 из них уже там. Еще несколько тысяч аппаратов под 5G планировали запустить в ближайшее время и другие участники этой гонки. Земля окажется покрытой плотной сеткой сфокусированного миллиметрового излучения, параметры которого легко поменять в предоставлении связи и раздаче интернета на спецзадачи. Есть предположение, что 5G – часть более широкой программы контроля и управления человечеством с помощью так называемого искусственного интеллекта. Есть вариант обычного использования через наземные, передающие устройства. Есть вариант космического интернета. Ну, Маск там, у него там немножко другое было. Но сейчас он тоже под 5G это все переделывает. В смысле, вот программа его запуска спутников, которая там 4 года назад, по-моему, озвучила, ему дали добро. 60 спутников уже на орбите, должно быть всего 200 с чем-то. Ну и несколько там еще компаний как бы включилось в это, что, да, то есть огромная сеть, должна быть всего там больше 2 тысяч, по-моему, спутников появиться на орбите новых, именно передающих миллиметровые волны, значит, для связи интернета. Ну, он же там обещал еще всем бесплатный интернет, да, но человек маломальский не совсем наивный, он понимает, что бесплатная может быть только в мышеловке, так сказать, и интернет в том числе. Поэтому, значит, тут возникает вопрос, что кроме наземных еще передатчиков, значит, если будет висеть сеть, здоровенная, так сказать, плотная сеть вот этих спутников, которые будут, значит, на Землю фигачить эти миллиметровые волны, причем, ну, параметры их же можно изменить, в общем-то, ну, можно усилить сигнал, там, изменить параметры, так сказать, поварировать частотами, вот как считает один там тоже британский эксперт, что там он указывает одну частоту, которая особенно, так сказать, способна... Да, эти миллиметровые волны, они же проникают через бетон, спокойно через стены, и, соответственно, будет способность вычислять человека. Она и сейчас есть, конечно, способность, я имею, но сейчас тут вот до перемещения его уже метровых, там, сантиметровых, так сказать, по квартире, да, ну, соответственно, кроме того, что можно передавать и какие-то другие сигналы через это, то есть не только связывать, как бы, да, а что-то еще впаривать, как говорится, грубо. 250 ученых с научными степенями из более чем 40 стран объединились в ассоциацию The International EMF Scientist Appeal – Международное воззвание ученых по электромагнитным полям. Они обратились в ООН с требованием пересмотреть выводы научных комиссий, в которых технологии 4G и 5G названы безопасными. Ученые, в частности, указывают на исследования доктора медицинских наук Рональда Мельника из Национального института здоровья США. Его многолетние работы подтвердили, что рост числа и плотности постановки ретрансляторов мобильной связи вредит как человеку, так и всей фауне и флоре. Еще большие опасения вызывают программы размещения множества спутников на орбите, которые будут излучать на Землю миллиметровые волны. Опасения зарубежных коллег разделяет и член научной комиссии по неонизирующим излучениям ВОЗ, председатель Российского национального комитета по защите от неонизирующих излучений, доктор биологических наук Олег Григорьев. Новая беспроводная технология 5G использует миллиметровые волны, генерируя фотоны с гораздо большей энергией, чем даже 4G и Wi-Fi. Позволить использовать эту технологию, не доказав ее безопасность, крайне безрассудно, поскольку миллиметровые волны, как известно, оказывают глубокое воздействие на все части человеческого тела. Григорьев также замечает, что утверждение о низких рисках для здоровья 5G базируется на том, что последствия воздействия проявляются не сразу. Самое время задать главный вопрос – а почему с такой скоростью по всему миру рекламируется и продвигается 5-е поколение? Только лишь будущая сверхприбыль производителей смартфонов с 5G тому причиной. В самом деле, а многим ли пользователям нужен этот сумасшедший трафик, все эти онлайн-игры, вездесущий сверхскоростной интернет? Многие ли домохозяева захотят превращать свой дом в умный паноптикум, где холодильники начнут посылать вам СМС, а кофемолка переговариваться со стиралкой, именуя вас отправлять данные во внешние центры контроля? При этом сам хозяин будет постоянно находиться под перекрестным излучением со всех сторон. Такие энтузиасты, безусловно, есть, да только это явно не доминирующая группа потребителей. А военные и другие спецзадачи? А вот это похоже в точку. Вот где важны скорость и вездесущность. На лондонском саммите НАТО в конце прошлого года его участники специально заострили вопрос на необходимости, цитата, «гарантировать безопасность наших коммуникаций, в том числе 5G». Конец цитаты. А чего же такое особое беспокойство? Развернутый и весьма убедительный ответ дает Манлио Дануччи, научный сотрудник Центра изучения глобализации в Монреале. В то время как более ранние технологии совершенствовались для создания еще более совершенных смартфонов, 5G предназначена главным образом для связи цифровых систем с большими данными. Самые важные приложения 5G создаются не для гражданского использования, а для военной сферы, пишет он в статье, опубликованной 10 декабря 2019 года в итальянской интернет-газете «Иль Манифесто». Автор сообщает, что для этого проекта в США есть уже и обобщенное название. Defense Applications of 5G Network Technology – оборонные приложения сетевой технологии 5G. Данные об этом были опубликованы Советом по оборонной науке, научным консультантом Пентагона. Военные эксперты пишут, что система 5G будет играть важную роль в использовании гиперзвукового оружия – ракет, в том числе с ядерными боеголовками, и для активации защиты в случае нападения с использованием этого типа оружия. Мгновенный автоматизированный обмен большими массивами данных повысит летальность дронов-убийц и военных роботов, давая им возможность идентифицировать людей в качестве целей атаки. Оборотная сторона дела – элементы сети 5G, как мощного хай-тек-оружия, также станут целью для кибератак и ударов противника с помощью высокоточных средств поражения. То есть, в случае серьезной схватки, ракеты и лазерные лучи будут бить не только по спутникам, но и по наземным антеннам мобильной связи. До ночи приводит яркий образ, который отнюдь не кажется метафорой. Одной из главных привлекательных сторон, способствующей распространению смартфонов 5G, станет возможность участия по подписке в военных играх впечатляющего реализма, в непосредственном контакте с игроками по всему миру. Таким образом, не осознавая этого, игроки будут финансировать подготовку к войне. Но на этот раз это окажется настоящей войной. Какой же обобщающий вывод можно сделать из всего сказанного? Очевидно, что 5G в России развивать все равно придется. Пандемия, а тем более призывы независимых ученых и точечные протесты населения вряд ли надолго остановят победное шествие по миру пресловутой пятерки. А в КНР начали разрабатывать уже и шестерку. Но не стоит идти на поводу у коммерсантов-операторов, желающих поживиться на геймерах и прочие интернет-братья, которой не хватает нынешнего трафика. Сеть пятого поколения, во всяком случае в ее предельном варианте, лучше ограничить необходимыми стране оборонными сегментами. Дорого? Невыгодно? Выгода дороже встанет. Причем не столько нам, сколько нашим детям и внукам. Продолжение следует... Продолжение следует...